Добрый день! Поздравляю всех со Старым Новым Годом! Желаю здоровья, благополучия и счастья в наступившем году! Итак, тема сегодняшней беседы, обзора – праздник Нового Года и новогодняя ёлка в годы Великой Отечественной войны. Теперь, надо сказать, что традиция украшения деревьев, ритуальные деревья, она существовала тысячелетия. Но именно Пётр I на Русь привёз не только новогодний праздник с 1 января, но одновременно и традицию отмечать этот праздник по-светски. То есть, практически, надо сказать, что всегда атрибутом праздников была рождественская ёлка, как символ вечно живой жизни Христа, как символ вечно живой жизни каждого, который верует в Рождество. Итак, царские ёлки. В XIX веке сначала дома и здания, и улицы украшались просто ветками хвойных деревьев, точно так же, как летом, ветками берёзовыми троиц в день. А зато, начиная с XIX века, уже решили, что ёлки должны быть не просто, а украшены специальными стеклянными и очень дорогими украшениями, шарами. Шарами, причём шары привозили из Германии, из Дюссельдорфа. И одновременно на ёлки украшения были орехи, конфетки и так далее. С этого момента праздник одновременно приобретает, как бы вот с начала XX века, двойное такое влияние или двойное значение. С одной стороны, это праздник ёлка рождественской, и в то же время семейные праздники, как бы Новый год. Дальше посмотрим. Символом новогоднего праздника не только ёлка украшенная и нарядная, но и, как это получилось, необычно, совершенно и сказочно, волшебно, ёлочка в лесу родилась, ёлочка-песня. Автор этой песни, Раиса Адамовна Кудашева, придумала её в 1903 году и напечатала в детском журнале, где она всегда печатала свои стихотворения. Два года спустя, да, она придумала стихотворение «Ёлка», и как припев там в лесу родилась ёлочка, она для своего пасынка Алёшеньки, который потом погиб в годы Великой Отечественной войны. Через два года агроном и кандидат биологических наук и любитель музыкант Леонид Карлович Бекман увидел это стихотворение, ему очень понравилось. И он для своей дочери придумал музыкальное оформление, то есть сделал песенку. И эта песенка, которая исполнялась во время домашних праздников, стала очень популярной буквально через год. В столице эту песню уже пели на Новый год. Вот ёлка до революции украшалась игрушками. Они делались из ваты, картонажные игрушки, очень дорогие, стеклянные. И вдруг наступает революция. 1918 год. Когда запрещено было идеологически не просто религиозные светские праздники, царские, религиозные, в том числе и ёлка. Но мы видим вот этот вот удивительный страшный слайд. Взрослые вывели детей, маленьких детей с транспарантами, на котором написано. Родители, не сбивайте нас с толку, не делайте Рождества и ёлку. То есть практически отказ от семейного, от какого-то священного, сакрального праздника был объявлен идеологически верным. Следующее. Проходит время. И в 1935 году, 28 декабря, постышев, один из ближайших соратников Сталина, печатает в газете «Правда» статью, которая воспринимается всеми, как приказ, идущий сверху. О том, что вообще-то надо вернуть детям ёлку. Наши вот дети, самые лучшие страны в мире, самые счастливые дети, они имеют право на собственный праздник и на возвращение сказочной ёлки. И с тех пор, с 1935 года, ёлки были, украшались. А потом уже Сталин указал, что ёлка, украшенная какими-то самодельными игрушками, не подходит для кремлёвской ситуации. Поэтому стали открываться фабрики в Москве, в Ленинграде, в Нижнем Новгороде, фабрики по изготовлению стеклянных и картонажных, то есть вот этих плоских нарядных игрушечек. Игрушка всегда была явлением идеологическим, поэтому на игрушках ёлочных мы видим символика и красная звезда, и дирижабли, которые были в СССР тогда начали строить популярные, и звёзды. Следующий, посмотрим слайд. И вот мы видим праздники, то есть с того времени новогодние праздники, нарядные дети, танцующие взрослые. И, конечно, открытка. Вот благодарим Сталина за этот праздник, за это счастье, которое он нам дал. Посмотрим дальше. Вот. И вдруг начинается Великая Отечественная война. И мы видим уже совершенно другое. Ёлки остались. Ёлки остались на фронте, потому что это было не просто возвращение к мирной жизни, это была надежда на победу, на то, что война кончится рано или поздно. Ёлки остались для взрослых, для солдат и для детей. И поэтому ёлки... Дальше. Вот. Новогодняя ёлка на фронте. Безусловно, торжественное собрание. И следующее, конечно, кое-как украшенные ёлки. Бинтами, ватой, какими-то подсобными гильзами, лампочками и так далее. И вдруг мы видим удивительное явление. Ёлка как-то в погонах или ёлка с погонами. То есть вот слева кораблик из старых или из каких-то погон сделан. И эти кораблики, они украшали ёлки на фронте. Посмотрим дальше. И, собственно, Дед Мороз... Обратите внимание, что Снегурочек ещё нет. Но Дед Мороз партизан, который громит. Это его подарок из мешка сказочного. Он громит фашистов, потому что... Это Дед Мороз российский. Это наша отечественная война за Родину. Но самое грустное или самое страшное, это дети в годы Великой Отечественной войны. И особенно дети Ленинграда. Никто из детей... Ну, Олег... Значит, никто... Вот это вот последний счастливый Новый год для детей. Встреча 1941 года. Мы видим Деда Мороза. Мы видим дети нарядные в каких-то костюмах. И вдруг следующие кадры показывают нам ёлка в блокадном Ленинграде. Раненые дети. Кое-какая непонятная ёлка. Для детей не было подарков. Для них главным подарком была маленькая дополнительная порция супа. И ещё что-нибудь. Иногда печнёшка, иногда конфетка, иногда просто кусочек булочки. Потому что это был самый главный подарок. Вечно голодные, холодные, живущие в постоянном страхе перед бомбёжками. Дети получали свой новогодний обед. Дальше. И мы видим попытку взрослых, преподавателей, ну вот хоть как-то скрасить вот этот праздник детей. Даже с помощью из бумаги сделанных кокошников. Следующий. Ну и, конечно, вот мы видим и мурманские, здесь вот будущие матросы, мичманы и так далее. И фильм, который как раз рассказывает о блокадном Ленинграде «Жила-была девочка». И в том числе её сон «Воспоминания о ёлке», о счастье детском. Следующая. И вот наступает 45-й год. Открытки, безусловно, идеологическое оружие. Оно говорит, что вот оно, политические, идеологические настроения. В открытках они проявлены чётко и явно, графически. И вдруг мы видим, вот он, 45-й год, и ёлка победы. Мы видим совершенно другие уже игрушки, 45-й год, с ребёнком на руках, солдат живой, с ребёнком на руках. Мы видим игрушки символика красной звезды, советская армия, стеклянные игрушки. И мы видим возвращение праздника, когда дети могли уже более или менее, их немножко начали лучше, они питаться начали. Им стали делать опять зайчиков. Они стали опять плясать вокруг ёлки хороводы в один, потому что это уже победа. И, наконец, мы видим открытки, которые говорили с Новым годом, 45-й год. Вот ещё до мая идёт война, но уже победа, она звучит с этой открытки. Потому что уже все знают, что вот оно, рано или поздно наши солдаты будут в Берлине. И конец будет этой войне и этому фашизму. Дальше. И самое интересное, что современные музеи делают вот такие выставки, экспозиции, где собирают на ёлку и витрины и открытки, и игрушки 30-х, 50-х годов. Я думаю, что у каждого в доме существуют, может быть, какие-то старые игрушки, которые остались памятью о детстве, памятью о родителях. Поэтому я думаю, что каждому, желая каждому нарядить в следующем году ёлку памяти, достать открытки, посмотреть игрушки и вспомнить те десятилетия, которые прошла наша страна и сохранила самый главный праздник, сказочный, детский, волшебный праздник Нового года. С песенкой «В лесу родилась ёлочка». С песенкой «В лесу родилась»